Посмотрел я тут две серии Короля и Шута и ну я такого реально не ожидал Доброго времени суток, мои маленькие любители вокала потяжелее, с вами я Фауст, вы на канале Friday School И сегодня мы с вами обсуждаем сверх мировую всероссийскую премьеру в виде сериала Король и Шута, а именно первые две серии Но прежде чем мы начнем обсуждать, я хочу попросить вас подписаться на наш канал, пройти по всем ссылкам в описании, записываться обязательно на занятия Заценить наш Boosty, Twitch, Telegram и обязательно Donation Alert А теперь погнали! Итак, что касаемо самого сериала Я на одном дыхании просмотрел обе серии и также ознакомился с мнениями других людей И давайте начнем с того, что отработаем некоторые, скажем так, негативные стороны этого сериала Одной из основных претензий является то, что некоторые моменты в сериале сделаны не по канону То есть такого официально в группе не было Здесь на самом деле эта претензия очень просто отрабатывается Во-первых, если бы сериал делался полностью по биографии группы Король и Шут То мы бы его, наверное, увидели лет через 10 только То есть сами посудите Снимать такой долгий путь такой группы, такую карьеру Это, блин, что-то с чем-то, это сложно И поэтому мы имеем то, что имеем Также по поводу той же неканоничности Как снимался этот сериал? Андрей Князев рассказывал какие-то моменты из жизни самой группы сценаристам И сценаристы это обрамляли под сериал То есть какие-то вещи были вырезаны Особенно, может быть, там, переизбыток нецензурной брани Какие-то моменты там, ну, совсем мерзкие И неподходящие к формату кинопоиска Там, может быть, они тоже были убраны То есть здесь по большей степени мы видим художественный замысел То есть это больше искусство, нежели документальное кино Если вам хочется узнать всю правду о группе Вы можете, конечно же, это все завикипедить Вы можете найти много фан-сайтов Много всякой другой информации Интервью посмотреть вы можете Там вот все будет по канону Сериал сделан в первую очередь как бы художественно Ну, вот, собственно, и основная претензия была отработана Спасибо мне Давайте поговорим теперь про сам сериал Что за первые две серии нам показали? Как это выглядит? Заодно параллельно обсудим и плюсы, и минусы этого В первой серии мы видим ситуацию с концертом юбилейный Сериал будет строиться каким образом? Нам показывают определенные моменты жизни группы И обрамляют его флешбеками То есть есть какой-то термин Нам сразу показывают флешбек, откуда он взялся И мы, собственно говоря, все понимаем при этом Нет, прием довольно-таки интересный Главное им не злоупотреблять Как, например, в том же Лосте Как в каком-нибудь Однажды в сказке Здесь это работает Здесь это все прекрасно поясняется, объясняется То есть зайдет не только фанатам группы Зайдет еще также тем, кто с группой не знаком И просто хочет что-то хорошее посмотреть В первой серии мы видим юбилейный В первой серии мы видим само выступление Первое большое выступление группы Короли Шут И как бы после этого выступления У горшка случается такой вот кризис Или по-простому Белочка Белочка приходит в виде Шута Который якобы, ну как бы с обложки Но не очень он похож Ну, кстати, вот он Он не очень похож, но все равно он выглядит довольно-таки прикольно И на этом в первой серии его плюсы заканчиваются Запомните, я сказал, что в первой серии Все почему? Потому что тут начинается какая-то непонятная театральщина Потому что он начинает кривляться Ну да, это Шут, я понимаю, что это Шут Но в первую очередь, ну как бы играет роль Внутреннего демона, главного героя Ну как бы он и антагонист считается Потому что, судя по всему, весь сериал Мы будем смотреть борьбу Михаила Горшенева Вот именно вот с этим чертом Кривляние какое-то Какое-то вот, блин, я не знаю Какая-то претенциозность, что ли Вот эта вот театральщина Просто, ну понимаете, лично в моем мнении Как бы русское кино портит две вещи Это КВН и театр Ну, на мой скромный взгляд КВНщики, когда или комедиклобисты делают фильм Они делают какой-то очередной КВН Как будто они перед Масляковым заигрывают А театральщики просто делают как бы театральную постановку И вот, собственно, мы вот это вот увидим И, честно говоря, вот это очень кальный момент Я думал, дальше сериал пойдет Ну, по вот этому стандартному для русского кино пути Но, благо дела, приходит князь И который заводит диалог с горшком С помощью этого диалога он как бы горшка и выручает из лап И внутреннего демона, самого Михаила И тут начинаются вот как раз-таки флэшбеки Вот тут начинается нормальный отыгрыш Все начинается нормально И стоит отметить, кстати, там момент был Когда князь вспомнил концерт в Москве Когда они, типа, первый раз в Москву приехали выступать И там такой клуб показан, такой серьезный клуб Там такие серьезные дядьки-байкеры ходят Вот, и есть такая претензия, что там не могло быть людей в малиновых пиджаках Ну, вот таких вот, блатных, знаете, вот, которые... Вот эти из 90-х На самом деле, эта сцена сделана не для того, чтобы следовать какому-то канону биографическому группы Она нужна чисто для того, чтобы подтвердить мою фразу из предыдущего видео Помните? В стародавние времена была такая тема Было неформальное движение, а было, так сказать, движение вопнику Особо в малых городах И было много споров на тему, что именно говно Рамштайн или Гуф Но все сходились в одном Король и Шут Это круто Вот, и, собственно, за этим она и нужна Конечно, ну, кривовато немножко сделано Но, тем не менее, она сделана прикольно Ну, и в целом, дальнейшее повествование, оно идет таким образом, что, как бы, ты хочешь Ну, ты как зритель хочешь, чтобы князь спас горшка от внутреннего демона Не потому, что, как бы, он страшный, он жуткий, там, ты за горшка переживаешь А потому, что он просто раздражает, на самом деле Вот этот самый внутренний демон Но это только в первой серии Также про первую серию хочется сказать такой момент Интересный, мне очень понравился Давайте представим, если бы сериал про короля и шута Снимали на ТНТ от Comedy Club какого-нибудь Или, не знаю, Сарик Андреасян Какой бы образ панка мы видели Горшок, как бы, при жизни был убежденным анархистом Убежденным панком И, сочетая эти два слияния, что бы получилось? А, получилось то, что Горшок панк Значит, он анархист Значит, он против власти Он ненавидит власть И все тому подобное Это бы, было бы Если бы сериал снимался с подачи каких-нибудь там ТНТшников, НТВшников И прочих-прочих Там целый, можно, ворох вот этот переворшить Даже, ну, блин, канал домашний Но, я бы придумал вначале премию За адекватный показ неформала в русском кино И дал бы вот именно создателям этого сериала Потому что в данном случае В данном случае Горшок не панк, потому что анархист То есть, это, как бы, две вот эти вот Как раз-таки части Которые идут не то, чтобы слитно Они, они хорошо гармонируют То есть, Горшок панк Потому что, ну, не убеждения такие Ну, как бы, те, кто знают биографию Знают, что там, собственно говоря Все дело в строгости отца А анархист Горшок Потому что, ну, ему привлекает эта теория И самое интересное То, что он не орет, что Анархия это мать порядка Анархия это вот наше все То есть, он адекватно объясняет свою позицию Адекватно рассказывает идею анархии То есть, про то, что Как бы, анархия заключается не в отсутствии власти В целом над людьми Она заключается в том, что Люди сами себе, как бы, ставят рамки Люди сами за собой следят И он еще говорит такую фразу Что мы не готовы к анархии Вот и делаете вывод Довольно-таки адекватно показан Неформал в этом сериале Что касаемо второй серии Вторая серия, опять же, нам показывает концерт Но немножко попозже Также мы видим другую ситуацию Там переполох был с ОМОНовцами И их отношение к фанатам То есть, ну, оно может быть Немножко и наигранное Но, тем не менее, эта серия раскрывает нам Персонажей, как дружно-боевую единицу И таких людей, которые очень болеют за собственных фанатов И, ну, это позитивная сторона вопроса Опять же, нам показывают демона горшка Который, на самом деле, уже отыгрывает нормально То есть, вот это вот жуткое отражение Вот этого вот шута, который манит его на дно Именно манит, оно не кривляется Оно не веселит его Оно его манит на дно Оно его пугает И мы это видим Я не сказал самый главный момент Это фэнтезийная часть сериала Как я себе это представлял изначально Вот, типа, сидят такие князь с горшком О чем же написать песню Они открывают, как бы, дверь в этот вот фэнтезийный мир И, как бы, смотрят Ситуацию, которую описывают в песнях Вот эти вот истории Вот этих всех персонажей А они в этом всем Ну, могли бы являться какими-то Такими наблюдателями, что ли вот Но я никак не ожидал, что это получится Целый ДНД-сегмент какой-то Где горшок с князем Будучи по классу бардами Получают квест по спасению Принцессы от злого колдуна И отправляются В такое фэнтезийное приключение И вот этот вот фэнтезий момент Он сделан довольно-таки качественно Он сделан довольно-таки дорого Намного Намного приятнее на него смотреть Чем на какого-нибудь там Блин, последнего богатыря Я был вот в детском восторге Вот на самом деле У меня Когда я был моложе И дико фанател по королю и шуту Я только мог мечтать Вот что-то такое вот увидеть Да, это просто-напросто фэнтези По песням короля и шута И это очень круто смотрится Мы советуем Про сериал что можно сказать? Сериал годный Я не могу сказать, что он плохой Ну, много кто плохо о нём отзывается Тот же самый плоскоземельщик Юрий Лоза Собственно говоря, адекватность этих людей Конечно, под вопросом И их мнение тоже под вопросом Стоит ли к нему прислушиваться Тем не менее Сериал мы дико советуем вам к просмотру Даже если вы не фанат короля и шута Советуем просто вот заценить Вот этот визуальный кайф Вот эту вот атмосферу нулевых девяностых Всё передано очень здорово, очень круто Актёры очень классно отыгрывают своих персонажей И, собственно, я давно нечто такого не видел Особенно про неформальское движение Вот тех времён Я с удовольствием посмотрю третью серию Я жду её, не дождусь Но, к сожалению, это только следующая неделя А на этом у нас всё Подписывайтесь на наш канал Ставьте лайки Не забывайте записываться на занятия Не забывайте про Donation Alert Подписывайтесь на наш Twitch А подписывайтесь на наш Boosty Где будет много эксклюзивных материалов И всего вам доброго, дорогие друзья И обязательно поделитесь комментарием Кстати, как сериал вам Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok